8 тысяч рублей. Я вот, например, сейчас вижу вас через штаны. Торчащие нитки детектед. Не опасалась, пока пыталась сзади расстегнуть эту дурацкую молнию. Ах, помогите. Одежду с Алиэкспресс мы уже проверяли, одежду с Айдер тоже примеряли. Так что на этот раз я решила заказать себе очень дорогие шмотки для рейвов и съемок. Здесь у меня 5 костюмов общей стоимостью 45 тысяч рублей. С сайта Devil Walking. Да, я сама в шоке. И помимо того, что я покажу вам шмотки, проверю их качество и примерю, мы еще вместе с вами создадим 5 образов, 5 макияжей и пойдем делать айхеренные фотки в этой одежде. Привет, с вами Лена Ягермис, я креативный мекоп артист. Так что помимо распаковки и примерки одежды, сегодня будет и макияж, и фотосессия. Надеюсь, вам такой формат зайдет. Devil Walking это сайт хендмейт одежды для рейвов, фестивалей, пляжей и вечеринок. В общем, это будет ни разу не повседневная одежда. Хожу ли я на рейвы и пляжи? Нет. Занимаюсь ли я спортом и танцами? Тоже нет. Зачем мне все это нужно? А я не знаю. Когда я увидела сайт Devil Walking, я, наверное, влюбилась в их одежду, потому что ничего подобного я до этого не видела. Разумеется, было что-то похожее на Алики, но мы все сами знаем, какое качество на Алике. В общем, там есть готическая одежда, одежда для косплея, для спорта, для фестивалей. Я безумно долго выбирала костюмы, потому что мне там нравится практически все. В итоге остановилась на двух компезах, двух платьях, и один костюм я даже не знаю, как обозвать. Ну, давайте назовем его Трусы с капюшоном. Но перед тем, как начать, поддержим мой канал лайком, подпиской и комментарием. Ну и если вам нравится мой контент, можете поделиться моим роликом с друзьями. Давайте пополнять нашу креативную семью. Сразу скажу, что этот сайт не доставляют в Россию, так что это не реклама. Я заказывала с сайта Devil Walking уже дважды, и с доставкой в Финляндию вообще не было никаких проблем. Все очень быстро, и это не как Алиэкспресс, где иногда месяца три ждешь. Давайте начнем с такого красного платья под названием Red Dragon, что-то там. Это красное короткое платье с вырезом на животе, и в комплекте к нему еще идут два рукава. Вся эта красота стоила 80 баксов, то есть 8 тысяч рублей. Обзор платья за 8 тысяч рублей. Материал это типичная синтетическая ткань, как купальник. Вот серьезно, ну это реально купальник. Прям такой же гладкий, немного блестит. На сайте написано, что в составе ткани 80% полиэстер, по-моему 20% эластан. Ну, короче, полная синтетика. Но, как видите, эта ткань очень плотная, ничего не просвечивает. Принт очень качественный. Нитки нигде не торчат. Хотя было бы удивительно, если бы оттуда еще и нитки торчали за такой прайс. И тут сразу как бы напечатан их логотип. Это, кстати, очень классная идея, потому что я терпеть не могу вот эти вот пришивные бирки, от которых потом шея чешется. Ну ладно, я думаю, что плюс такой ткани, что она будет хорошо подчеркивать фигуру, возможно, скрывать какие-то недостатки. Ну а так, как бы, что еще сказать? Ну, купальник за 8 тысяч. Давайте примерим. Могите, я застряла! Учитывая, что у меня, в принципе, очень маленькая голова, ворот достаточно тугой, и есть шанс остаться без макияжа. Вот, тут такая удобная штука для пальца, и, кстати, они достаточно теплые. И вот реально моя фигура в нем выглядит офигенно. По размеру сидит идеально. Мне кажется, я начинаю понимать прикол дорогих вещей. И я бы даже сказала, что в отличие от других вещей, это платье, оно такое вполне носибельное. Пойду в нем в школу завтра. Прям вообще огонь, я довольна. Итак, для красного костюма я буду делать черно-красный макияж. Логично? Логично. В качестве подложки я возьму матовую стойкую помаду от Essence. Теперь всю эту красоту я продублирую красными тенями из палетки Beauty Bomb. Теперь я беру палетку от Clipatch Pro. И здесь у меня есть вот такой красный, более темный оттенок. И теперь приступаем к моему любимому. Это черная графика. Сначала я буду делать вид, что я рисую обычную стрелку. Ну, да, конечно. Теперь я хочу над этой складкой века сделать черную линию, которая вот так вот кругом будет уходить в эту стрелку. Теперь вот от этой части закругленной буду рисовать линии к виску, типа а-ля такие стрелки. Пока что я это могу делать не особо аккуратно. Главное изобразить какую-то форму, и потом уже буду по этой форме подправлять. Вот такая стрелка у меня получилась, и теперь я за кадром что-то подобное изображу на другом глазу. Главное сделать это хоть немного ровно. Сказала я, и сразу ляпнула мимо подводкой. Итак, форма готова, и теперь начинается самое задротство. Я думаю, что уже можно сравнить вот эту часть и вот то, что у нас было здесь. Вот такой офигенный получился макияж. Мне прям очень нравится. На данном этапе макияж готов. Потом еще хочу доделать губы и линзы, но это будет уже перед самым выходом. А пока приступаем к прическе. И меня очень пугает то, что я придумала. В секунде я купила вот такой вот длинный кусок черного каниколона. И я хочу сделать из своих волос косы, в которые будет вплетен вниз этот черный каниколон. Как это делать, я не знаю. Для начала я расчешу вот эти вот волосы. Твою мать, у меня что-то волосы выдрались. Они все больше и больше выдираются. Фак. Господи, как сложно оно режется. Казалось бы, отрезать волосы. Чего такого? Остается вопрос, как это закрепить на мои волосы. Тысяча и одна попытка сделать прическу. Короче, я так подумала, нахер их вообще. Я вообще не знаю, что делать с волосами. Времени очень мало осталось. Здрасте. В общем, все, что я смогла из себя родить, это что-то вот такое, но это хоть что-то. Осталось повторить ту же самую медуз-горгону с другой стороны. Теперь я беру булавки и просто, начиная от основания, от самой большой, запихивать булавки в косичные. Вот здесь какие-то вообще лишние волосы. Они мне не нравятся. Я их просто возьму и отрежу нахрен. Из аксессуаров я надену вот такие очки с Алиэкспресс. И вот такие сережки в виде огней, тоже с Алика. Линзы надеты, осталось накрасить черным губы. Ну что, макияж закончен, и самое время выезжать на съемку. Вот такой лучок у меня сегодня на съемке. Вот такие вот у нас прикольные места в центре города. Народец тусуется, музычка играет. Когда идешь по всякому говну на огромных пабликах, и пытаешься не ныгнуть. Я нашла стену, которая полностью отражает меня. Секс! Ничего, а продуктовый лук? Что ты мне не сказал, что там майонез стоит, а? Дальше на очереди Black Trip Rave костюм. Вернее, даже костюм или комбинезон на все тело. Выглядит он безумно круто, и мне чем-то напоминает картины моего любимого художника Гигера. Все вот эти вот узоры, завитушки, прям нереально напоминают чужого. И это самая дорогая вещь. 120 баксов или 12 тысяч рублей. Здесь абсолютно такой же материал, как у купальника. Да, по сути, все вещи в этом магазине из такого материала. И, кстати, по-моему, он немного воняет. Принт все еще идеальный, просто 10 из 10. Сзади у этого костюма молния. Так, расстегнулась хорошо. Так, ну посмотрите, из-под мышки нитки торчат. Вот это вообще никуда не годится. Костюм очень плотно прилегает к телу. Единственное, что тяжело его застегивать само, и лучше бы кто-то помогал. Но, в принципе, это реально. Сделано. И тут тоже было очень приятным сюрпризом, что мне идеально подошел размер. Из плюсов на сайте есть подробная размерная сетка со всеми измерениями. И они даже соответствуют действительности. Так что я заказала свой обычный размер XS и ни разу не прогадала. Я очень боялась, что мне по-любому что-то не подойдет, потому что я очень миниатюрная. И мне постоянно приходится перешивать вещи. И одно дело, когда ты заказываешь за 200 рублей с Алика. И уже другое дело, когда берешь костюм за 12 тысяч. За счет продуманного рисунка, мне кажется, что этот костюм просто идеально подчеркивает фигуру. Потому что, как видите, все рисунки, они идеальны в тех местах, где они должны быть. Даже сосочки на месте. Если бы этот костюм еще из сосков Лазарова так стрелял, то я бы еще десятку сверху доплатила по-любому. Этот костюм я заказала аж прошлым летом. И надела его единственный раз на лютый фестиваль. И я назвала этот костюм до первого пива. Потому что уже после первого выпитого пива я зашла в эту маленькую, вонючую, засранную кабинку. И чуть не опасалась, пока пыталась сзади расстегнуть эту дурацкую молнию. А на поясе в этот момент у меня как бы еще ремень и сумка. И к тому же потом я еще и замерзла. Потому что пришлось сверху снять этот костюм полностью и сидеть на толчке в одном лифчике. Эта цепь позиционирует свою одежду как фестивальную. А на фестивале у людей есть как бы естественные потребности. И в таких костюмах ходить дико неудобно. А жаль. Ну если, конечно, у вас не стоит мочеприемник. В общем, где-то, может, час или полтора я проходила в этом костюме, потом переоделась в нормальные шмотки, потому что нафиг надо. Я не хочу в нем еще и опасаться. Этот костюм у меня ассоциируется с чем-то инопланетным. Я вспомнила про очень интересную локацию под Питером, которая просто идеально подходила под съемку. Свой образ я дополнила самодельными огромными рогами. Я взяла двух ребят-фотографов, и мы поехали на Бронницкий карьер, который выглядит как Марс из-за странных песчаных насыпей. А вообще, в этот день было очень ветрено, очень холодно. Я дико замерзла. Но крутая съемка требует жертв. А про то, как быстро и просто сделать подобный эффектный макияж губ и глаз, я покажу в шорте буквально на днях. Так что не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить. Еще одно платье, которое в принципе похоже на красное, только оно в таких сине-розовых оттенках и без рукавов. Выглядит, конечно, прям очень кислотно. Стоимость такого платья 70 баксов. По идее, оно должно будет еще красиво в ультрафиолете светиться, да и вообще все эти шмотки должны в ультрафиолете светиться. Как раз мы это сегодня проверим. И хотя бы в этом платье летом можно будет тоже куда-нибудь выйти, в отличие от всех остальных костюмов. Не, ну это просто отвал всего. Мне безумно нравится этот принт. В принципе, оно абсолютно ничем не отличается от красного платья, но разве что у него нет рукавов. Кстати, пока я надевала вот это вот платье, у меня минус одна бровь. Я говорила, что вся эта одежда офигенно подчеркивает фигуру. Ну да, ну да. Там у меня граница ужина с хайсбургером. Втягиваем. Так, все красиво, красиво. Вообще, я планировала все эти шмотки носить летом, потому что заказала я их как раз в конце весны. Но кроме как на съемки, я их ни разу не надела. И учитывая, что уже сентябрь, я думаю, и не надену. Вот такой вот гаванели это у нас было, что даже в платье не походить. И мне прям грустно, что это все еще на целый год отправится в шкаф пылиться. Особенно за такие бабки. Теперь проверим, будет ли она светиться в неоне. Что-то как-то так себе эти шмотки светятся. Я ожидала большего. Но у меня все же не совсем правильная лампа. У меня скорее просто синий свет. Но вот неоновый макияж в прошлом видео с этой лампой светился. А шмотки почему-то нет. Я нахожусь в уже обновленной локации. И сегодня я буду делать яркий макияж. Я думаю, с этим макияжем вы видели у меня все видео, но тем не менее. Мне понравился вот такой макияж. И я хочу сегодня повторить что-то подобное. Начну с румяной скульптурирования лица. И я возьму вот такую палетку от NYX. Хочу сделать фиолетовый румяна в технике дрейпинг. Теперь нанесу хайлайтер. Возьму вот такой хайлайтер от NYX. Желе не особо его люблю, но он очень красивый. И сверху закреплю фиолетовым хайлайтером от Kat Von D. Если вы не знали, хайлайтер может выглядеть вот так. На все подвижное веко наношу подложку от Lottie London. Теперь возьму вот такую самодельную палетку. Давненько ее не использовала. Здесь у меня тени от Just In Glot. И начиная с темно-синего, буду их наносить на веко. Так, стоп. Я что-то пока погорячилась. Давайте все же начнем не с синих теней, а с фиолетовой границы. Теперь всю эту красоту буду растушевывать розовыми тенями. Вот такая форма получилась. И продолжу заполнять все это синим. Более светлым оттенком начинаю это все растушевывать. И вот таким светлым оттенком я прохожусь по границе. Добавлю его во внутренний уголок глаза. А также буду делать растушевку вот сюда. Кстати, этот макияж я хотела сделать неоновой палеткой Neon Demon от Parise. Но если вы смотрели обзор этой косметики на моем канале, то я думаю, вы понимаете, почему я сегодня не делаю макияж этой палеткой. А если вы не смотрели, то я оставлю вам подсказку, потому что это полный трэш. Голубыми оттенками подведу нижнее веко. И теперь я черчу вот эту линию. И для этого возьму целых три средства. Здесь и лайнер с блестками, и жидкие тени, и синяя помада. В общем, намешаю что-нибудь из этих трех. Вот такой красивый макияж глаз у меня получился. И я теперь хочу сделать эффект зацелованных губ. Начну с проработки контура. Теперь буду затеменять их фиолетовым оттенком. И в центр губ нанесу голубую помаду от Kat Von D. Вот такой необычный эффект у меня получился. Из аксессуаров, я думаю, надену вот такие вот бусы. Да, в принципе, с ними выглядят прикольно. И также для завершения образа у меня есть вот такой ободок на голову. И я его делала из бумаги, фоамирана и хомутов обычных строительных. Хочу сюда еще какие-то линзы добавить. Не понимаю вообще какой цвет сюда подойдет. Возьму вот такие вот розовые. И тут я, честно говоря, очень долго думала, где вообще пофоткаться в этом костюме. Потому что на нем как бы и так слишком много деталей и оттенков. И какую выбрать локацию под него вообще непонятно. Я хотела с граффити, но с граффити оно бы сливалось. Я хотела на море, но с морем бы оно тоже сливалось. Так что я решила не париться и просто пофоткаться недалеко от дома у скалы. В настроении лишь бы никто не докопался. Нашли вот такое прикольное место со скалами рядом с домом. Как раз хотели у него пофоткаться давно. И вот сейчас самое время. Какая-то фото смешная. Но так как это я, я все равно потом запарилась. И я думаю, плод моего запара вы видите на протяжении всего видео сзади на фоне. В общем, мне сегодня приперлось сделать дома небольшой лес. И я решила всякое природное надрать и сюда поставить. По-моему, выглядит прикольно. Напишите, кстати, в комментарии. И, кстати, благодаря этому прекрасному декору в моей студии теперь пахнет болотом. Следующий костюм унес меня в далекий 2010-й, когда я была маленьким киберготом. Лучше бы со скелетиком заказала. И этот костюм ничем не отличается от принтущего инопланетного кет-сьюта. Хотя нет, отличается ценой. Он на 10 баксов дешевле. К принту у меня все еще не от претензий, потому что принт фантастический. Вы просто посмотрите, как вшиты рукава. Вот здесь вот шов и вот эти все кружочки, они просто идеальны по этому шву. Вот здесь у шва у воротника тоже все ровно. Да и изнутри шито все чудесно. Шовчики ровненькие. Ну вот там где-то ниточки торчат, но я думаю, что ничего страшного. Но все еще с застежкой большие проблемы. Давай, застегивайся. Фух. Если в 15-летнем не сказали бы, что в 28-е у меня будет костюм с микросхемами, или как это называется, я бы просто, наверное, опасалась кипятком от радости. Блин, все же этот материал такой приятный. С другой стороны, я даже не знаю, ну попальник и купальник, ну ладно, хрен с ним. А как еще можно такой качественный принт делать? И как еще можно сделать, чтобы он идеально сидел по фигуре? Отдай мою жопу. Отдай мою задницу. Мне кажется, самая гениальная моя идея была сегодня сорвать репейник. Мне кажется, многие все равно задаются вопросом, почему это стоит так дорого. Ведь на Алиэкспресс есть куча подобной одежды раз в 10 дешевле. У меня было много подобной одежды с Алиэкспресс, и одно дело, если это какие-нибудь лосины или облегающие боди. Но когда мне прислали огромный свитшот оверсайз из такой же ткани для купальника, и с такой же тонкой, гладкой, еще и с кривым принтом, и я была очень зла, потому что принт так-то угарный, но выглядит это все супер дешево. И там нигде не было указано, что это такой синтетический материал. А я-то наивная надеялась, что это обычные теплые свитшоты с нормальной тканью. А теперь давайте сравним с одеждой с Алиэкспресс. Качество принта, ну, как бы, такое себе. А на других лосинах слишком неаккуратно выглядит этот рисунок. Материал здесь намного тоньше, немного просвечивает. Я вот, например, сейчас вижу вас через штаны. И со временем, кстати, все такие лосины, у меня их три пары, они просто стали на мне люто висеть и растянулись. И теперь у меня торчат коленки, как у дедовых кальсонов. Все же материал в одежде Девил Волкинг определенно качественнее, плотнее и приятнее на ощупь. И почему-то мне очень хочется верить, что этот материал через пару лет не растянется. И принт не выстирается, потому что это единственное, что может оправдать настолько огромный прайс. Для съемки я буду создавать киберпанк-образ. Я сделала желтый мейк. На лицо приклею наклейки от Flash Makeup. Они просто на все 100% вписываются в этот образ. А также надену черные склеры и желтый парик. И мы уже выезжаем на съемку. И в этом костюме я решила провести фотосет прямо у торгового центра. Потому что там такая офигенная серебряная стена, которая выглядит очень футуристично. И мне кажется, что на фотках в этой локации образ выглядит максимально гармонично. И последний комплект, который я в начале видео назвала «Трусы с капюшоном». Не, ну а как это еще назвать? Осталось разобраться, что тут где, потому что... Потому что я запуталась. А-а-а, вон оно как. А это что такое торчит оттуда? Мне очень зашел такой принт со скелетиком. Вообще в этом магазине очень много всего со скелетами. И, естественно, не взять что-то со скелетом, было бы огромным упущением. А еще просто вы посмотрите на этот офигенный капюшон. Главное, чтобы на голове он сидел не отсосно. И еще там внутри вот такая офигенная штука на лицо. Так что, если вы не хотите, чтобы вас видели, просто можете закрыть ей лицо. И там будет вот такая вот челюсть. И вторая часть комплекта, это такие труселя с юбочкой сзади. Чтобы она прикрывала мою задницу от приключений. Но, конечно, 95 баксов за трусы с капюшоном, по-моему, это слишком. Вообще за юбочку лайк, потому что с этой юбочкой эти трусы можно надеть, например, на какую-нибудь тусовку или летний фестиваль. Но, увы, за все лето у нас температура выше 24 градусов не поднималась. Я не знаю, остался ли она мне макияж и переческа? Мне кажется, нет. И, как ни странно, даже здесь у меня нет никаких абсолютно претензий к размеру. Все прекрасно сидит. Но вот эта штука на лицо мне как-то не особо нравится. Не, ну так-то, в принципе, прикольно. Но, естественно, постоянно в ней ходить не будешь. Потому что она достаточно легко спадает. Ну, а если ее снять, то видно изнаночную сторону. И, как по мне, это вообще не круто. Сразу выглядит как-то не очень аккуратно. Что у нас с капюшоном? Ну, что у нас с капюшоном? Я просто помню, что у меня была пара кофт с Алиэкспресса с капюшоном. И там был супер маленький капюшон, как будто он чисто для вида. Но, когда ты его натягиваешь на голову, ты просто как будто гаду натянул. Торчачие нитки детекты. И я прям уверена, что я буду носить этот топ отдельно по-любому. С какими-нибудь джинсами или юбкой. В этот раз я начну с прически, чтобы сразу испортить себе настроение. Я хочу сделать два хвостика и потом сделать из них два высоких пучка. А, жопа уже началась. Прическа готова. Давайте приступим к макияжу. Я хочу сделать что-то такое черное, мрачное, типа корс пейнта, что подойдет под все эти костяшки. Ну, и чтобы все было гламурненько, добавлю туда черные стразы. Так, давайте начнем с тона. Буду его растушевывать спонжем. Так что у нас сегодня будет такой натуральный, естественный макияж. Но такой, типа, знаете, универсальный, чтобы можно было и в школу пойти, и на работу, и на кладбище. Сейчас еще контуринг такой сделаю, потемнее, помрачнее. Я уже сделала черную подложку, и теперь буду делать черные обычные смоки. Возьму вот такую вот палетку от Folly Fire. Как раз она прям под меня подходит. И черными тенями дублирую подложку. Теперь беру какой-нибудь ненужный карандаш для глаз и начинаю выстраивать им форму будущих стрелок. Ну, пока получается что-то такое. И теперь я беру подводку и начинаю заполнять все это подводкой и уже делать такие четкие-четкие границы. Возьму подводку из видео про обзор косметики Wildberries. Как раз она такая дешевая, мне ее не особо жалко. И снова здравствуйте, не прошло и часа. Я решила добавить в этот макияж чуть больше грязи, поэтому сейчас с аквагримом и вот такой вот кисточкой разбрызгаю немного вокруг глаз. Вот мы и добрались до приклейки страз. Я буду приклеивать черные стразы прям по форме вот этого рисунка. Да, вот так выглядит мой карандаш для губ. Я очень люблю косметику Color Pop, это одни из моих любимых карандашей, но почему-то эта косметика в такую жопу превращается. Что тени у меня все побитые, что карандаши просто вот-вот так вот-вот вываливаются, и это вообще какой-то капец. И теперь вот этой матовой помадой от Estrade сделаю губы внутри. У нее такой красивый розовый холодный оттенок, такой прям мертвенный. Она как бы сделает больший акцент на глаза, хотя куда еще больший акцент на глаза. В этом образе я хочу использовать такие черно-голубые линзы, а также, думаю, наклею такие большие мощные ресницы. А пока перейдем к аксессуарам. У меня есть вот такие вот черные сережки с полумесяцами, мне кажется, они под этот образ подойдут. И я хочу такие заколки с цветочками надеть вот сюда на хвостики. Они, конечно, с цветочками не особо сюда подходят. Как-то с ними, наверное, будет выглядеть поаккуратнее. Вау, ну да, с линзами выглядит очень прикольно. Приехали на район к другу, и у него там две такие живописные ресницы, одна вот эта. Выглядит очень классно. Но проблема в том, что фотки тут получаются очень комфортными. Может, в лифте пофоткаться? В этом костюме я решила пофоткаться у дорогих, богатых и людьих домов. Я прям видела этот комплект на фоне каких-нибудь красивых яхт, на фоне моря. Поднимай, поднимай, помогите. Короче, пофоткались вот в такой прикольной локации. Правда, я хотела пофоткаться на фоне яхты, фиг, но оказалось, что нас туда не пустят, это частная территория. Я жрать хочу. Какой из этих костюмов понравился вам больше всего? Ладно, скажу вам по секрету, ничего из этого я не покупала. Я это выбросила бесплатно в обмен на красивые фоточки для их соцсетей. Мне определенно зашло к качеству принтов и одежды. Вещи выглядят очень ярко и круто. Я бы еще какой-нибудь прикольный купальник приобрела, но такую высокую цену я вряд ли была бы готова заплатить. Ну как максимум один костюм можно взять для какого-нибудь мероприятия. Куда я буду всю эту красоту носить, все еще непонятно. Так что пишите в комментариях, куда такое можно надеть. А на моем канале все еще много полезных видео о стиле, макияжах и обзорах косметики. Можешь посмотреть один из этих роликов.